Настройка уникального, лучшего на Дальнем Востоке оборудования проходит под прицелом видеокамер. Комплекс за проведение ПЦР-диагностики доставили в Амурскую областную инфекционную больницу прямиком из Санкт-Петербурга. Система представляет собой автоматическую линию, полуавтомат, которые позволят увеличить эффективность работы лаборатории и намного. Сейчас мы находимся в комнате разбора биоматериала. Здесь происходит регистрация проб. После того, как пробирка с пробой биоматериала пациента обретает штрих-код, ее отправляют в следующую комнату, где выделяют нуклеиновые кислоты. Это необходимо для того, чтобы выявить в ДНК инфекционный агент, в данном случае COVID-19. Одновременно за один запуск новое оборудование позволяет исследовать 192 образца. Это всего за полтора часа. Врач, к примеру, во время ручной диагностики за два с половиной часа выделяет всего 48 образцов. Точность исследования зависит от количества манипуляций, которые мы производим вручную. В данном случае мы стараемся минимизировать участие оператора, и поэтому рассчитываем на высокую точность исследования. Робот-автомат берет на себя самый кропотливый процесс. Восьмиканальная автоматическая рука захватывает партию материала, четко дозирует, идеально точно, капельно распределяет по наборам реактивов. С помощью робота сокращается не только рутинный труд, но и сроки регистрации проб. Поможет нам не только проводить большее количество исследований, но и освободить, так скажем, специалистов от трудоемких работ, где-то сакцентировать внимание, может быть, еще на каких-то инфекциях. То есть мы сможем больше проводить исследования, количество это увеличится практически в два раза. Это значит, что сроки проведения тестов все-таки снизятся до рекомендуемых 48 часов. На закупку оборудования для лаборатории правительство региона выделило 57,5 миллионов рублей. Это не только для Амурской областной инфекционной больницы, но и для переоснащения лабораторий АОКБ, Зейской, Белогорской, Свободненской, Речихинской районных больниц. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».